МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИИ Приветствую тебя, солнечная республика! Начало нового дня и новой рабочей недели встречает с тобой программа Утро Хакассии, я ее ведущая Наталья Чудина. Проведите это утро с нами. Последний весенний понедельник этого года. И сегодня как никогда вам стоит быть твердым и решительным. Ведь 27 мая день смелых решений. Если вы давно откладываете какой-то серьезный разговор или никак не можете начать важное дело, а может, наоборот, закончить его, Что ж, этот праздник создан специально для вас. Кто знает, сколько хорошего мы упустили в своей жизни просто потому, что боялись сделать первый шаг. 27 мая важный день в гастрономическом календаре, потому как сегодня день изобретения шпрот. В 1907 году шпроты Рижского завода получили одновременно две золотые медали на международных выставках в Мадриде и Санкт-Петербурге. Вскоре шпроты стали пользоваться популярностью в России, а к советскому времени стали настоящим деликатесом. На самом деле шпроты понятие условное. Действительно есть такая рыбка шпрот из семейства сельдевых, из которой изначально только и производили эти консервы. Но потом для их производства стали использоваться также сала, как илька и прочее некрупное рыбешкам. Выбрать хороший продукт непросто. Лучше, конечно, брать стеклянные банки, так вы увидите продукт воочию. А жестяную банку нужно потрясти. Она не должна булькать. Значит, рыбки уложены правильно и не повредились при транспортировке. Шпроты – это, конечно, вкусно, но давайте не забывайте о пище для ума. Ведь 27 мая – еще и общероссийский день библиотек. Вот где кладезь знаний со всего мира. Сейчас библиотеки выступают не только как книжные хранилища, но и как образовательные центры и как клубы по интересам. Среди фактов, которые можно найти на страницах современных энциклопедий, каждый последний понедельник мая в Англии на холме Купера вблизи города Глостер проводится фестиваль, получивший название «Куперсхильская сырная гонка». С холма, который имеет очень крутой склон, протяженностью около 200 метров, запускают головку местного сыра, за которым в погоню бросаются участники забега. Поймавший получает ее в качестве награды. Двое других участников, первыми пересекшие финишную черту, у подножия холма получают денежные призывы. Лично я очень сыр люблю, но англичан, способных на такое ради него, не понимаю. Странные и опасные у них традиции. То ли дело наше. К примеру, семейная традиция лепка пельменей. Об этом любимом русском блюде мы собрали 5 фактов. Пельмени считаются исконно русским блюдом, но в Россию они попали благодаря северным кочевникам. Название блюда складывалось из двух слов. Ухо – пель и хлеб – нянь. Кусочек мяса завернутый в тесто и в самом деле напоминал ушную раковину. Далее с Урала пельмени перекочевали в Сибирь. И оттуда началось их распространение в Россию. В 18 веке в Нижнем Новгороде вышла даже брошюра – песни про пельмени. Эпиграфом были такие слова. «Готов упастье на колени при тем, кто выдумал пельмени». Так лирический автор признался в любви к этому блюду. Всем известна традиция лепки счастливого пельменя. Она заключается в том, что в последний закладывают необычную начинку. Монетку, перец или сырое тесто. Пельмень с зеленью к радости. С перцем к любви цельный тестяной пельмень. К счастью, с сахаром к удачному легкому году. А с монеткой – к богатству. Одна из традиций – подача блюда в большой посуде. Это говорит о расположении хозяина. К вам. Сибиряки лепили пельмени на долгую зиму, а по окончании лепки выставлялись на трескучий сибирский мороз, где они могли храниться месяцами. Вода в пельмене, замерзая, гарантировала нежность и сочность мяса при варке. Что касается рекордов, то в 2011 году в одном из ресторанов Северного Китая был изготовлен самый большой пельмень. Вес его составлял 79 килограммов, длина 120 сантиметров, а ширина 80. Считается, пельмень всплыл, он приготовлен. Это не совсем так, если требуется сварить пельмени правильно. Дело в том, что они делаются с добавлением ледяной воды, а по окончании выставляются на мороз. Поэтому при варке такой пельмень всплывает дважды. Ну а самые дорогие пельмени изготавливают в ресторанах США. Порция из восьми пельмешек потянет на 2400 долларов. И если вас не отпугнет в темноте синий-зеленый цвет пельмешек, в состав начинки входит железа глубоководной рыбы факела. Было бы странно, если бы такое популярное блюдо не заслужило памятник. И вот уже десяток лет в Ижевске красуется монумент к пельменю. Именно здесь расположена географическая точка, где были приготовлены первые в мире пельмени. А если вам приснится пельменный сон, это значит, вам не хватает семейного уюта. Над сонником можно посмеяться, но традиция лепки пельменей всей семьей – добрый ритуал семейного очага. Май – самый напряженный месяц для садоводов. Недаром существует пословица «Май идет – дел не в проворот». Во-первых, нужно внимательно следить за рассадой. Вовремя поливать, обрабатывать, подкармливать. Во-вторых, завершить обрезку деревьев. Наконец, подготовить грунт для грядок и посадить картофель. Работы много, и чтобы выполнить ее качественно, нужен хороший садовый инструмент. Несколько ответов на самые актуальные для огородников вопросы в рубрике «Успеваем» прямо сейчас. Копать или не копать землю? Вопрос вызывает у огородников столько же споров, как у заботливых мамочек целесообразность прививок для детей. Валерия Защитина вывела свою линию поведения, приведя самый простой из множества аргументов. Самые лучшие урожаи на полях без удобрений всегда были на целине. То есть, когда человек не вмешивался в жизнь почвы. Эта земля не копалась 5 лет. Я очень рада, что хозяин этого участка, мой коллега, не копает. Я не копаю уже 12 лет. То есть лопата не создает рыхлую почву. Этим эффективно занимаются, поддерживая высокий уровень аэрации, пористости, крупные и мелкие червячки, сороконожки, клещи. И мы только ухудшаем ситуацию, пытаясь рыхлить грунт глубже, чем на 5 сантиметров. Чем же заменить лопату? Хороший выход – плоскорез. Наша сегодняшняя героиня, к примеру, советует плоскорез Фокина. Вот это плоскорез Фокина настоящий. Он черного цвета, и заточка у него с трех сторон. Раз, два, три. Этот плоскорез я выписывала непосредственно у Фокина. Самого изобретателя сейчас уже в живых нет, и его родственники продолжают дело. Так вот, если наложить настоящий Фокинский на другие конфигурации, они бывают либо коричневого цвета, либо розово-сиреневые, то тогда они не совпадают. То есть угол, под которым он согнут, он другой. И если кто-то говорит, мы усовершенствовали, то на самом деле, поработав тем и другим, мы понимаем, что Фокина настоящий, он самый удобный при использовании. Одним движением можно взрыхлить участок до метра длиной. Более того, располагая лезвие под разным углом, меняя направление движения, выполнять до 20 видов работ. Правда, за лезвием нужно правильно ухаживать, подтачивая вовремя. Я точу вот такой вот довольно распространенной точилочкой. Для этого я устанавливаю плоскорез носиком вниз, чтобы он свободно висел на какую-то твердую поверхность. Или это грядка, или это стол, неважно. Затем туда, где у нас нож, направляю и вот таким образом зачищаю. Видим, как белеет металл, значит, он становится более острым. В этой точилке сплав карбид-вольфрама, он свежий, чем любая сталь, поэтому абсолютно любые инструменты точат очень хорошо. Хочу напомнить, ручной плоскорез в свое время придумал инженер-изобретатель Владимир Фокин. Увлеченный огородник, он всю жизнь искал способы усовершенствования работы на земле. Идея этого чудо-инструмента пришла к нему после инфаркта. С тех пор прошло более десятка лет, и плоскорезы Фокина получили 4 патента Российской Федерации и 2 серебряные медали международных выставок в 1998 и 2000 годах. Плоскорезом мы с вами рыхлим землю глубиной на 5-7 сантиметров. Если вы раньше плоскорезом не работали, то главное правильно его взять в руки. Черенок плоский, я просто сверху беру, и вот как мне удобно, так и правильно. Он сразу ложится в руки под нужным углом, загибая его рабочую поверхность. И вот таким образом мы просто причесываем нашу грядочку. Длинные протягивающие движения. Не мелкие, тяпающие вот такие, а именно длинные. Тогда получается всё гораздо быстрее. Сорняки, что попадаются, оставляем в грядке. Убирать их не обязательно. Будет травяная мульча, органическое удобрение, которое прекрасно сможет защитить почву в сильные ветра и сохранить необходимую ей влагу. Впрочем, влагу вам поможет сохранить и вермикулит, химически нейтральное синтезированное вещество. Он повышает влагоёмкость почвы для наших степных участков, расположенных в степи. И там, где, допустим, нет полива и мало дождей, это очень важно. Вермикулит можно добавлять и при посадке под кусты, под деревья. Теперь можно садить ледис, морковь, свёклу, да что хотите. Сложно наклоняться, чтобы присыпать грунтом семена. Используйте, опять же, плоскорез. Работа с ним, надо сказать, значительная, экономит силы и время. Попробуйте освоить новый инструмент. Успевайте. В Хакасии в самом разгаре утра и самая востребованная информация к этому времени – метеосводка. О ней поговорим через мгновение. А пока давайте посмотрим умилительное видео из американского зоопарка. На кадрах стая горилл во время ливня пытается осторожно перебраться в укрытие, не намокнув. Автор ролика пишет, гориллы – великолепные существа, полные грации, изящества. До тех пор, пока не начинается дождь. На деле же обезьяны покорили пользователей интернетом как раз своей трогательной неуклюжестью. Мы, люди, тоже не особо любим мокнуть под дождем. Если бы не зонтики, не знаю, что бы и делали. Особенно сегодня. Этот понедельник в Хакасии обещает быть достаточно хмурым из-за густой облачности. На части территории региона ливневые дожди. Температурный градус небольшой. В среднем 10-11 тепла. В ночные часы 4-5 с плюсом. Ветер западный с усилением воздушного потока. А сейчас конкретным цифрам. В Черногорске устья Бакани пасмурные облака. Преимущественно без осадков. Дневной градус плюс 12, плюс 13. Ночью 9 тепла. Легкий юго-западный ветер. В Сорске хмуро. Синоптики дождя не предвещают. В обеденное время плюс 9, в сумерках 6 с плюсом. Ветер западный слабый, с усилением до 13 метров в секунду. В Сайногорске плюс 11 днем, ночью до 6 тепла. Облачно, в утренние часы ливневый дождь. Легкий ветер с усилением. Значительная облачность Беи. Ожидается ливневый дождь. Днем 12 градусов, после полуночи плюс 5. Ветер слабый, с порывами. В Белом Яре осадков нет. Температура в светлое время плюс 13, в ночные часы плюс 9. Западный ветер. В Баграде пасмурно, но без дождя. В полдень плюс 10, а ночью 7 тепла. Слабый ветер с усилением до 12 метров в секунду. На небе вширо пасмурно, но не дождливо. К полудню плюс 11, в темное время лишь 5 градусов. Довольно ветрено. Дождей не ждут и в Копьево, хотя там довольно пасмурно. Днем плюс 10, после полуночи 4 с плюсом. Умеренный западный ветер с порывами. В Аскезе дождевые облака. Осадки в утренние часы. В обеденное время плюс 11, ночью плюс 8. В Таштыпе усиление воздушных масс. Кас на небе облачно прольет дождь. А полдень отметится 10 градусами. После полуночи 4 тепла. А в Абазель ливневые дожди. В середине суток дождь со снегом. В полдень плюс 9. В ночное время градус снизится до плюс 4. Западный ветер с порывами. По Бакане пасмурно. По прогнозам осадки не ожидаются. Дневная температура плюс 12. В ночные часы плюс 10. Легкий ветер с юго-запада. Атмосферное давление в пределах нормы. Низкая влажность. Магнитное поле спокойная луна. Последние четверки. Да, смотришь на этот прогноз и не веришь глазам, что такое возможно накануне жаркого лета. А может это просто зрение подводит? Вот, например, как вы думаете? Перед вами портрет? Как бы не так. При малейшей смене угла зрения картина распадается и оказывается, что она состоит из множества мелких фрагментов. Эта работа была создана талантливым скульптором Томасом Дайнингером и является эффектным примером оптической иллюзии. Декоративные элементы для своих шедевров Томас собирает на блошиных рынках и местных помойках. Кто бы мог подумать, что в результате может получиться нечто подобное? И если уж зрение человека радо обманываться с близкого расстояния, то как разглядеть то, что от нас на миллионах километров? Вот как астрологам удается в точности читать звезды. Овные, сегодня организуйте работу так, чтобы начать с самых незначительных вопросов. Это сэкономит время и силы. Тельцы предстоящий день обещают большую удачу в финансовых делах. Рискуйте и побеждайте. Близнецы важные дела в этот день лучше выполнять самостоятельно. Во-первых, насладитесь тишиной, во-вторых, сможете гораздо больше. В раке сегодня вы будете буквально источать позитив, что не останется незамеченным окружающими. Львы, пришло время совершать радикальные изменения в жизни, на которые прежде не хватало духа. Девы, судьба в этот день захочет проверить вашу решимость. Не поддавайтесь на провокации, просто слушайте свое сердце. Весы суматоху наступившего дня сможет усмирить лишь ваша способность к самоорганизации. Скорпионы, сегодня может подвернуться шанс продвинуться по службе. Не бойтесь проявить немного эгоизм, вам простят. Стрельцы свои планы лучше держать в тайне, чтобы не давать повода завистникам сделать подлянку. Козероги, спешка в делах сегодня не принесет результатов. Выполняйте работу тщательно, это и это переутомление убережет, и от ошибок избавит. Водолеи, звезды хотят, чтобы сегодня вы не скупились на себя любимых. Даже легкий шоппинг принесет массу положительных эмоций. Рыбы, есть вероятность, что в какой-то момент дня вы получите ценный подарок от близкого друга или дальнего родственника. Вовремя платить налоги выгодно. С этого года жители Хакасии ждут налоговые новшества. Бояться их не стоит, наоборот. Они призваны облегчить финансовое бремя. К примеру, многодетные семьи получат льготы по имуществу и земле. Об этих и других изменениях далее. Налоговая приступила к начислению платежей для населения за 2018 год. Рассылка писем начнется с июля. Первое новшество – форму уведомления сократили с трех листов до одного, объединив с платежными данными. Для пользователей электронного сервиса информацию разместят в личном кабинете. Первое предупреждение – отпускникам, выезжающим за границу. Необходимо проверить свою задолженность, которая может у физического лица образоваться за предыдущие отчетные налоговые периоды. Потому что одной из ограничительных мер является запрет выезда за границу, если вы имеете налоговую задолженность, и данная налоговая задолженность уже принудительно взыскивается. Лежится отдыха можно даже за долг в 30 тысяч рублей. А вот добросовестным платильщикам государство делает бонус. Если земельные и имущественные налоги уплачены вовремя, при их перерасчете и увеличении, а такое бывает, человеку доплачивать уже не придется. Важное новшество – федеральные льготы по земле и имуществу для многодетных семей. Раньше в Хакасии они были только местные, и то лишь в Абазе и трех сельсоветах. По земле вычет 6 соток, рассказывает специальный ролик. Например, если площадь вашего участка 10 соток, и у вас трое или более детей, то после вычета 6 соток вы будете платить налог с 4 соток. А если площадь вашего участка не превышает 6 соток, то налог вовсе не нужно платить. Также и по имуществу часть квартиры или дома не облагается налогом в зависимости от количества детей. Подавать заявление жителям Хакасии не надо. Налоговая уже взяла данные в службе соцзащиты. Вычеты получат около 6 тысяч человек. Еще одно новшество – облегчить жизнь тем, у кого угнали транспорт. Раньше, даже если машину не нашли, сразу после закрытия уголовного дела владельцу вновь приходилось платить за нее налог. Теперь начисления не будут производиться до тех пор, пока транспорт фактически не вернут собственнику. Кроме того, поставлено ограничение на рост налогов. Не больше 10% от прошлогоднего размера. А если уменьшилась кадастровая стоимость недвижимости, налог пересчитают сразу за 3 предыдущих года. Заплатить все платежи нужно до 2 декабря. Вы никогда не замечали, что некоторые семьи прямо жить не могут без собаки, а в других, наоборот, никогда не было четвероногого питомца и заводить его не стремятся. Ученые утверждают, все дело в генетике. Оказывается, желание завести собаку заложено в ДНК у 57% женщин и 51% мужчин. И герои нашей следующей рубрики «Семья Расковых» явно вошла в это число. Иначе как объяснить, что в их доме проживает сразу несколько крупных породистых псов? Это лорды собачьего мира. Высокие и стройные, с потрясающей длинной струящейся шерстью. При этом из-за их нрава бытует ошибочное мнение, что они не самые умные среди пород. Но это далеко не так. И команды легко запоминают, и даже выступают в цирке. Все это об афганских борзых. Мне удалось познакомиться с самыми аристократичными псами и их хозяевами. Афганская борзая – древняя, необычная по внешнему виду порода. Несмотря на элегантность, относится к разряду рабочих. Четвероногие охотники могли загнать любую дичь – от зайца до оленей и даже волка. Они давно стали символом Афганистана. Долгое время там было запрещено продавать и вывозить собак за пределы государства. Получить афганскую борзую можно было лишь в качестве очень дорогого подарка. В Европу первые экземпляры попали в конце 19 века с английскими офицерами, служившими на индийско-афганской границе. Тогда и началось победное шествие афганов по миру. Такую породу держал знаменитый скульптор, художник Пабло Пикассо. В честь своего любимца создал красивую скульптуру. Ну, например, из 45 президентов американских только один такую породу держал – это Картер. Если верить легенде, то по легенде афганы как раз и входили в то число животных, которых мой взял с собой на ковчег. И впоследствии они своими длинными носами закрыли дырочки, чтобы пробоины. В семье Расковых живут сразу семь представителей этой породы. Практически все победители выставок различного уровня под стать аристократичной внешности и манеры. Это быстрые проворные собаки, которые любят свободу и простор. Они своевольны, порой упрямы и сами принимают решения. Но в умелых и любящих руках афганские борзы и хорошо поддаются дрессировке. И даже есть случаи, когда они становились цирковыми звездами. Единственное, с чем у этих собак практически невозможно бороться – это их привычка приворовывать. Сумки закрывать. Иначе таскают могут и кошельки, и мобильные телефоны. Мало ли, конфетки, жвачки, все прячут, к себе в норку несут. Вот Тигран сейчас у меня из сумки вытащил волшебного кролика. Они, конечно, были созданы для работы и быстрых загонов, но с удовольствием проводят вечера на диване у камина. Благодаря нестандартной привлекательной внешности, эта собака чаще остальных украшает обложки журналов. Шерсть у афганцев – особая гордость. По сути, это даже не шерсть, а волосы. Густые и шелковистые, как в рекламе. Ушко у него заканчивается так, вот здесь. Это все шерсть. Мы ему заплетаем косички. Он с косичками ходит у нас, как девочка, чтобы они ему не мешали. Кушают в шапочках, чтобы уши не падали в тарелку. Ну я реально завидую прямо его шерсть. Это у себя такие пахлоок. Когда не было, я уже там не была. Я тоже. Завидуют женщины все, наверное. Такая шевелюра и ухода требуют тщательного. Именно средства по уходу за шерстью – основная статья расходов у владельцев афганских борзых. Для них даже требуются особо прочные щетки. Обычные не выдерживают нагрузки. Но тем не менее, хозяева говорят, ухаживать за собаками просто, если иметь привычку. Но в квартире им, скорее всего, будет мало места. Все-таки это собаки для больших домов. Американцы называют афганскую борзую «царица собак». Чувство собственного достоинства в них сочетается с деликатностью в общении с человеком. Так что, если вы готовы принимать своего питомца на равных и сможете найти подход к его характеру, он станет вам лучшим другом. Ну а бонусом вам будет повышенное внимание на прогулках. В Краснодарском крае в самом разгаре сезон сбора клубники. Но сейчас на прилавках она дороже, чем год назад. Главная причина – погодные условия на юге страны. На цены повлиял и высокий спрос на ягоду. Аналитики не исключают того, что ситуация уже поменяется на следующей неделе. В южных регионах России потеплеет. В результате садовая земляника российского производства может подешеветь. Диетологи говорят, что это одна из самых полезных ягод для нашего организма. Буквально витаминная бомба. Появится ли на наших столах продукция из Краснодара – неизвестно. Так что будем ждать лето и свой урожай, чтобы пополнить рацион полезным продуктом. Кстати, о правильном и сбалансированном питании стоит позаботиться уже сейчас. Если самому лень рассчитать калории, за это возьмутся специалисты. Подробности в нашем сюжете. Благодаря интернету мне удалось насчитать в Хакасии пять таких сервисов. У них есть сайты, где подробно расписано и даже показано, как выглядит правильная еда. Но картинки картинками, а что же там на самом деле? Здравствуйте, я бы хотела заказать правильную еду. Это дневной рацион с питательностью 1200 калорий. Сюда входит пять приемов пищи – завтрак, перекус, обед, еще один перекус и ужин. Да, именно в пяти-шести разовом питании и заключается правильность. А еще в соблюдении баланса белков, жиров и углеводов. Для этого сервисы по доставке здоровой еды используют специальные компьютерные программы, которые все и подсчитывают. Есть такие случаи, когда люди говорят, что мне надо сразу же там, я вешу 100 кг, хочу быстро похудеть к лету. Сейчас очень актуально, да? Вот, и давайте мне сразу 900 калорий, я понимаю, что это мало, мне будет хорошо. То есть нет, 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 то есть это ни в коем случае нельзя тогда. То есть человек, когда голодает, не наедается, у него еще больше стресса и всего остального. То есть мы выходим, то есть там предлагаем 1800, 2-3 дня там постоянно с ним созваниваются наши специалисты, спрашивают, как ему подходит, не подходит, наедается, не наедается. То есть и потом по нормальничку уменьшаем. Рационы отличаются калорийностью в зависимости от образа жизни потребителя. Есть для спортсменов и есть для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни. Но похудение – это одна из главных целей подобного рода сервисов. За вас специалисты считают калории, составляют меню, а главное – готовят. Колоссальная экономия времени получается. Материальные затраты при этом зависят от калорийности рациона. Самые дешевые – 900 ккал в день в Абакане стоят в среднем 550 рублей. Наиболее популярный на 1200 кал обойдется в 600, а вот самый дорогой на 3000 ккал чуть больше 1000 рублей. Восьмиразовое питание, да, то есть это спортсмены, которые уже и там порции не такие, то есть они сразу же там в два с половиной раза больше. И прямо в восемь разовое? Ну да. А так вообще стандартно в пяти разовое? Ну, в пяти-четыре, то есть не меньше, да, то есть там, чтобы метаболизм работал, да, улучшал все эти процессы. Хочешь здорово питаться – забудь про голодание. Еще стоит отказаться от жареного, уделять больше внимания медленным углеводам и нежирным белкам. Придется полюбить блюда на пару и кушать больше свежих овощей. Михаил, расскажите, что у вас сегодня в меню? Сегодня яичневая каша с клубникой и орехом и омлет классический. Это завтрак? Это завтрак, да. На перекус у нас овсяные печенья с йогуртом. На обед – это куриное филе по-французски с легким сыром и бурым рисом. Второй перекус – это салат. И ужин – это пюре с морковки и брокколи, с котлеты из говядины. Такое разнообразие разбивает в пух и прах стереотип о том, что правильное питание – это пресно и невкусно. Более того, Михаил считает, что ограничивать себя в сладком – тоже не вариант. Ведь сладости бывают правильными. Вот у меня здесь шарлотка полезная. Вкусно. Будьте в тренде, питайтесь правильно, прислушивайтесь к своему организму, не забывайте о спорте и будьте здоровы! Современные технологии помогают нам не только уверенно идти в будущее, но и открывать неизвестные страницы истории. Благодаря 3D-моделированию ученым удалось воссоздать лицо человека, жившего 1300 лет назад. Вот он, ученые нарекли молодого человека Аделази. Судя по останкам, ему было от 19 до 22 лет. Среднего роста примерно около 167 сантиметров. Он страдал от хронического остеомиелита, инфекции костной ткани и дефицита витаминов, что наверняка и привело к ранней смерти, считают исследователи. Зато состояние зубов просто идеальное. Неизвестно, как раньше, но сейчас сияющая улыбка к ключ к успеху. Мы готовы продемонстрировать ее на каждом шагу. Причем зачастую делаем это неосознанно, поддаваясь естественным эмоциям. Салют. Салют. Ты где? Я тут. Хеллоу. Салют. Чувак, что это? Что это такое? Что это такое? Вот это, вот оно. Что это такое? Как там прыгать? Какая кнопка? А. Фиксируемся, чувствуем почву. Оп. Баааа Субтитры подогнал «Симон»